Раз, 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 прям бегом. Ну вот здесь правильно все уже получилось у тебя. Это, Зарина, я тебя просила, когда вы идешь, подожди их, когда вы строите три линии. Динара, раньше обошла опять та же самая ошибка. Где Динарка? Опять. Рата. Смотри, понятно, пришла раньше всех. Я Сычкова Росима, руководитель ансамбля казахского танца «Адимао» в Северокалстанской областной филармонии. В нашем коллективе, который был создан 20 лет назад, занимаются одни девушки. Девушки казахской национальности, есть одни девочки татарки, конечно. Я хочу сказать, что это коллектив, женский коллектив, девичий коллектив. Со своими традициями, со своими обычаями. Коллектив создался 20 лет назад, и он уже сейчас обрастает. У нас есть своя студия. Одну студию ведет Диана, которая тоже является моей ученицей, еще с дружных ребят. Вторую студию ведет Эйкирия Сербаева. Это уже девочки 14-15 лет. То есть база, с которой мы питаем, которую мы берем для состава «Адимао». Но мы надеемся на новые поколения, мы и растим эти новые поколения. Меня зовут Романченко Диана. Я являюсь артистом-танцором ансамбля казахского танца «Адимао». В танцы я пришла примерно с 3-4 класса. Я пришла в ансамбль «Дружные ребята» к Рейс Михайловне. Там я протанцевала очень долго, мне кажется, даже больше всех, как будто даже когда была студенткой. И параллельно, когда мне исполнилось 17 лет, Рейс Михайловна пригласила меня в «Адимао». Сначала я просто ходила, учила программу, и так получилось, что выучила, и меня приняли на работу. Ну, это вообще просто обычная бытовая история. У меня мама работала парикмахером, и так получилось, что Рейс Михайловна пришла к ней на стрижку. И вот они в разговоре, Рейс Михайловна попросила, пригласила, и меня мама привела. Я Турманова Салтанат. Я являюсь артистом-танцора казахского танца «Адимао». Мне именно нравился казахский танец. Но всегда я понимала, что это, наверное, надо с рождения. Ну, то есть, например, с малых лет, да, вот как-то с пяти лет танцевать. Именно вот народная казахская. Мне всегда было уже в подростковом возрасте поздно. Поздно прийти и танцевать. Как-то так стереотипно сложилось. Ну, вот и сама же этот стереотип я провергла. Меня пригласили пойти, ну, попробовать сходить. И, то есть, получается, это уже было 14 лет. Я пришла просто на кастинг, на пробы и начала усердно заниматься. Я не пропустила ни одну репетицию, ни одного какой-то сбора. И то есть знаю, что за этим стоит большой труд и туполюбие. Локти держим. И корпус два. Вот сейчас ниже прям, ниже, ниже спокойно. Меня зовут Марси Мазарина. Я артист танцор ансамбля казахского танца «Адимал». Я начала танцевать в школьном ансамбле. И в один из такой день Раиса Михайловна пришла к нам в школу, как с профиориентацией, или как это назвать. Вот. Вот она рассказывала про «Адимал», что это, кто в нем танцует. Тогда она набирала детей. И из-за того, что я танцевала, мне понравилось. Еще пришли... С Раисой Михайловной пришли солистки. Они тоже пару слов рассказали об «Адимал». Меня это очень сильно заинтересовало. Через пару дней мы пришли на репетицию. Увидели весь процесс, как занимаются девочки. Нам это очень понравилось. Я увидела весь процесс работы, всю репетицию, от начала до конца. Мне понравились танцы. Именно казахские, восточные. Это очень привлекло. Я для себя тогда решила, что я хочу здесь танцевать. Я хочу быть, как эти девочки. Хочу быть одной из них. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, еще ниже, ниже к ноге. Пять, шесть, семь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Заходим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Стоп. Стоп. Давайте с музыкой. Казахский танец, он очень самобытен. «Димао» – это пропаганда казахского танца. Это концертная программа. Естественно, другая часть – нравственная, скажем, развитие эмоциональных, физических возможностей. Привлечь как можно больше девочек. Это уже другая сторона, как у руководителя. Вот, наверное, для руководителей у меня есть помощница Батагос Магина, которая является педагогом и тоже выпускница моего. Но у нас ансамбль «Дружные ребята» есть, которым руковожу я. Вот уже ансамбль будет 65 лет. И, естественно, мы тут даже тоже черпаем. Очень много детей, которые приходят к нам во взрослом возрасте и становятся участниками ансамбля танца «Димао». Так вот, Магина – она одна из таких учениц. Она ведет у меня уроки хореографии. Поэтому для меня очень важно, помимо того, что я прививаю, скажем, на профессиональном уровне правильные направления казахского танца. Мы танцуем не только казахский, мы танцуем танцы народов Востока. И главное, чтобы это не только было грамотно, сохранить свою школу. По школе Шары Женковой мы работаем. Но и чтобы это было от души. Чтобы вот эта любовь, которую я должна привить, чтобы они выливали, передавали своим зрителям. Внутренний микроклимат – это тоже очень многое значит. Они растут со мной, они выходят замуж со мной, они рожают детей, они возвращаются с декретного отпуска. Это у нас большая семья. Кажется, большинство из того, что должно было быть в жизни, я получила в ансамбле. Потому что это значительная часть моей жизни – танцы. И «Димао». Мой муж, он, получается, тоже был танцором. И, может быть, на этой ноте мы как бы сошлись, как по интересам. То есть друг друга могли понять. Ансамбль «Димао» я назову, это правда, да, наверное, второй семьей. Потому что это мы вместе, я со школы, потом университет, потом я работала. Так же я вышла замуж, да. Люди, даже близкие люди, да, мы знаем многие личные проблемы, да, как говорится, взлеты и падения. Всегда друг друга поддерживаем. Но это, правда, больше, чем коллектив. Когда слышу вот эти шутки про женский коллектив, не знаю, в основном не понимаю эти шутки, потому что у нас как-то так получилось, что все дружат. Мы время проводим вне коллектива, ну и на работе, конечно же, у нас только теплые отношения. И так получилось, что мы уже так много лет вместе, и как-то я даже и подругами их не могу назвать. Мы каждый день видимся, и мы как семья, больше, чем семья. Уходи, 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 уходи. Ай, точки не должно быть, поняла, да? Шагай. В три. Чисто линия, чисто линия, линия, чисто. Зарина выскочила. Там. Интервалы держи. Ра-та-та-та, глазки подиви. Раз-та-та. На нее, на нее, на нее. Ра-та-та, красивые, красивые. Начиная от хореографии, скажем, лирического плана, я очень хотела, чтобы это была бытовая программа, чтобы это были сюжетные номера. И у нас так появились танцы, например, Жасранбак, когда девушки-молодушки играют в прятки. Вот это в хореографии очень техничный номер. Ковроткани или кумы издавали. Все это на трудовую тему. Мы сделали очень красивый номер. Называется он «Уроша рукодельницы. Щебер-хаздар». Пригласили постановщика, и она так сделала просто. Да, мы там показывали элементы вышивания, а мы уже доработали, и мы даже сделали, как мы вышиваем крупешки, которые наполовину как бы вышиты, и потом во время номера эти крупешки переворачиваются, и получается целый орнамент. В конечном итоге получается огромное-огромное полотно, которое как будто бы уже вышито руками девушек. Стараемся собирать все. Сюжетные номера игрового характера. Номера, например, у нас в Кипчахске в программе сейчас такого воинственного характера, потому что были войны лирические. Мы съездили и побывали во Франции с очень хорошим проектом. А мы были в Индии. Очень интересный проект. Это первая такая поездка была. Конечно же, по линии Тюрксоя мы были в Турции. Девочки наши работали в Абу-Даби, в Арабских Эмиратах практически месяц. Работали там на большом тоже культурном проекте всех тюркских народов. Ну, казахские танцы мне нравятся тем, что мы каким-то движением можем многое рассказать, многое показать. Есть такое движение. Это вернек. Есть также любование собой. Это вот как зеркало. В казахском танце очень много таких бытовых движений. Мы можем любоваться вот собой. Какие-то вот такие вот движения. Это перед собой тоже. Мы вот на каждом уроке вот это вот проходим. И это нам никогда не мешает. У меня это тоже не сразу получилось. Но из-за того, что я не знаю, может казашка, это как-то внутри, в крови. КОНЕЦ Искусство танца – это тяжелый труд. Он требует очень много выносливости. Но вот эта выносливость, и вот это неспание. Вот мы сейчас приехали из Турции, вы знаете, у нас были одни, когда мы могли вообще спать три часа. То есть ты приезжаешь с поздней репетиции, готовя большой проект. И утром в семь часов у тебя завтрак уже. В восемь часов у тебя выезд на площадку. И там продолжение этой работы. Поэтому сейчас, приехав, мы, конечно, очень устали. Я не говорю о перелете каком-то там, я не говорю о трудном добраться на позе, еще что-то. Я говорю о самом факте работы. Но вот эта любовь к искусству хореографии, любовь танцевать. И когда они выходят в своей репетиционной форме, у них нет, я устала, я не могу. Этого нет. Я смотрю на девочек, устать может руководитель. И то ты бежишь, потому что рядом с тобой молодые, красивые, энергичные. Они должны быть такими же, как я, а я должна быть такими же, как они. Аккуратно. Не прыгай. Ра-та-та-та-та. Центр не жив. Центр возьми. Раз. Мне всегда хотелось танцевать, и меня очень привлекала психология. Вот это две вещи, которые я люблю и прям обожаю. То есть искусство и психология. Я поступила в наш СКГУ на педагога-психолога, отучилась. И до сих пор я продолжаю связывать эти две профессии. У танцев есть своя психология. То есть умение подносить к тебе, уверенность. Это, если так объяснить, то есть когда приходишь на танцы, ты получаешь уверенность, ты раскрываешься, расширяется твой кругозор. То есть это, наверное, бытовая психология. Вот так. Я сначала получала образование финансиста. Я думала, ну, когда-то мне придется бросить танцы, потому что не всю же жизнь я буду танцевать, это же не серьезно. И потом в процессе, наверное, курс второй, курс третий идет. Я думаю, ну, блин, наверное, может быть, я ошиблась в выборе профессии. И в итоге пришлось переучиться. Но сейчас я не жалею, думаю, что так и должно было быть. Со стороны это может показаться легко и просто, что просто танец, просто девочки танцуют, выходят. Но за этим стоит большой труд. Каждый день мы занимаемся за столком, изучаем классический танец, потому что отсюда и идет основа хореографии, основа казахского танца. Я просто смотрю по своим девочкам и горжусь. Вот этот человеческий фактор, он как-то не затмился ни красотой, молодостью, ни тем, что они известны, пусть не широко, но в своей области, в своем окружении. Их узнают, их приглашают. Поступки их, они даже у меня, наверное, больше... Это очень важно, оставаться человеком, несмотря на то, что сколько бы на тебе не было наград, сколько бы не было на тебе медалей, сколько бы ты не заслужил в этой жизни. Мне уже будет 45 лет, как я работаю вообще хореографом. Иногда устаешь, иногда хочется плакать, иногда болят ноги. Но я вижу продолжение того, чего я вложила в детских коллективах. И ощущение о том, что когда вокруг тебя твои воспитанники, и они продолжают твое дело, и ты думаешь, да, это здорово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова